всем привет с вами CJSchool и сегодня хочу сделать такое небольшое видео дать ответ на очень часто задаваемый вопрос на форумах в интернете присылаем их нам skype и на электронную почту это вопрос выбора какую же программу изучать в самом начале поэтому данное видео касается больше для новичков вот и мы будем рассматривать процесс выбора среди двух программ часто спрашивают что лучше автор или нюк но на самом деле конечно холивары мы устраивать не будем доедать однозначный ответ на данный вопрос нельзя потому что обе программы не хороши и я надеюсь что ни одну программу не испортят таким уж образом чтоб действительно говорить что вот вот это лучше эту не бери вот эту бери на самом деле это две программы замечательные и их именно чаще всего используют при создании компьютерной графики в плане там композа мошен дизайна рекламы и прочих прочих вещей мы просто рассмотрим где применяется тайна или иная программа и если вы решили уже заниматься компьютерной графикой то я думаю что для тех людей которые уже примерно хотя бы понимает чем именно они будут заниматься в будущем в зависимости от того для чего лучше подходит а программа или другая они уже для себя как бы решат из чего начинать свое обучение исходя из этого есть две группы людей те которые понимают что они хотят в будущем получить те которые не понимают потому что есть такие люди которые вот я хочу и все но чем еще заниматься буду непонятно то есть хочу хочу научиться делать красивую графику этих ли скорее всего наверно подойдет after effect потому что все или большинство по крайней мере людей которые хоть что-то понимают компьютерной графики изучали там тоже photoshop на примере знают такие вещи как там кривые уровни и прочие эффекты которые есть и photoshop и и в after effects то есть тоже не знаю там шум и прочие прочие вещи им будет просто удобнее работать в программе где не хотя бы примерно видят какие-то одинаковые названия те же например layer styles drop shadow строк то есть люди уже примерно будут себя как-то чувствовать более комфортным такого типа программы вот кроме того что они визуально чем-то там похоже с тем же примером например какие-то вещи и в фотошопе что-то похожее да нежели нюк например для них он может показаться немножко диким непонятным нодовая структура какие-то странные кнопки странные эффекты нету кривых и так далее ну есть конечно самом деле но они там завуалированы вот мы вторая группа людей те которые понимают чем они хотят заниматься здесь конечно попроще будет потому что в зависимости от того какую сферу вы пойдете работать тут уже в принципе вы можете выбрать какую программу изучать ну конечно изучите и обе программы чем я честно говоря и занимался но на самом деле чего-то нужно начинать вот поэтому можно условно разлить три стихии в которых эти программы работают это телевидение это реклама и кино но реклама более-менее делать это и другая программа потому что реклама это очень такой универсальный скажем так универсальная сфера там и motion дизайн есть да какие-то информационные таблоиды там я не знаю и заканчивая какими-то крутыми рекламными роликами там не знаю пойду потом ла младлини мерседеса где используется куча компьютерной графики а вот почему в принципе вы программе в рекламе как бы используется и той其 другой зависимости от того что именно за это за реклама а что касается телевидение кино то здесь в принципе можно разделить уже эти две программы потому что автор больше подходит для телевидения так как а не больше подходит для использования в кино но хотя никто не говорит что и автор ки но не юзают, и Nuke тоже в телевидение не попадает. Да, редко попадает, но все-таки бывают случаи. Ну и в тех же крутых, как говорят, продакшенах, типа ILM и Digital Domain, тоже используют автор. То есть нету такого, что вот все Nuke только стоят на всех компах, и все, Houdini, Nuke, и все, больше ничего нет. Они это используют и много другого разнообразного софта, в том числе, конечно, и After Effects в кино. Но почему все-таки основное преимущество в кино идет для Nuke, а в телевидении идет для After Effects? Вот в этом как раз давайте-таки немножко разберемся, и чтобы вы для себя поняли, что вот действительно я вот думал изучать автор, теперь я точно буду его учить, потому что вот он больше для этого подходит. Тем более, что телевидение это именно то, с чего начинают многие люди там, живущие в небольших городах, где в принципе выбиться в кино сложновато, да, продакшенов там больших нету, ну и какие-то телекомпании там, либо, не знаю, студии какие-то небольшие есть, где там можно делать какие-то телеролики, возможно, там, не знаю, свадебные ролики, еще что-нибудь делать. Вот, и здесь больше всего подходит After Effects. Почему? Ну, давайте разбирать именно с него начинаем, потому что, во-первых, он работает со многими видеоформатами, поскольку телевидение это, конечно, видео. Никто не будет там сохранять передачу, например, там, не знаю, либо редактировать кусок 20-минутный отснятого материала, записанный в XR-овской некомпрессии, например, да, либо еще где-то, в каких-то очень тяжелых секвенциях. Это будут десятки гигабайт, если не терабайт информации, и она будет очень тяжелой, обрабатывать, конечно же, смысла в этом нету, ну, кроме того, что там должен присутствовать звук, как минимум. Вот, поэтому чаще всего в телевидении работают с видеоформатами, с кодеками разнообразными, форматы там, мувки, овишки, внутри всевозможные кодеки, там, M54 и так далее, и тому подобное, H244, извините, и подобные кодеки, которые позволяют сжимать это самое видео, таким образом, там, 20-минутный сюжет, например, записанный в один видеофайл, будет занимать не десятки гигабайт, либо там терабайт информации, места, а приемлемые, приемлемые объем. Вот, именно из этих особенностей следует обратиться к автору, потому что тот же нюк, например, с видеоформатом очень плохо работает, со звуком вообще не работает. Сюда же в авторе можем затянуть и всевозможные там MB3, аудиофайлы, которые мы можем потом поставлять в виде музыки, начитки, еще чего-нибудь. Вот, посему в телевидении автор предпочтительнее хотя бы из этого. Ну, это, конечно, только первый плюс. Кроме того, у него есть небольшая монтажная тайм-линия, которая позволяет делать целые ролики внутри, то есть небольшая такая тайм-линия, при помощи которых, ну, может быть, полностью всю передачу не соберешь, но какие-то ролики сюжетные можно вполне себе создать, смешивая разнообразные по типу, там, текстовые форматы, добавлять какие-то видеоизображения, картинки, анимировать, то есть полностью делать, полностью весь ролик в одной программе, да, в одной среде, в одной композиции, не переходя там с монтажки в автор и обратно. Вот, и то же самое касается на вывод, то есть отправить на рендер нашу композицию и снова-таки выбрать любой из присутствующих здесь форматов, то есть, например, там тот же QuickTime, выбираем кодек, какой хотим, список кодеков тоже довольно большой, вот, поэтому, в принципе, заказчику вы можете либо, если работать на телевидении, туда же сразу же выгонять в нужный вам там формат, там, не знаю, DVC Pro, там, не знаю, еще где-то там, PNG-формат и так далее, в зависимости от того, какие требования вам поставят, то есть это очень удобно, конечно же, и вы минуете там связку, например, монтажка-автор-монтажка, вы можете все делать в авторе. Ну, на телевидении, конечно, монтаж делается отдельно, не в автор-эффикс, но таковая возможность, конечно же, существует. Кроме этого, замечательная возможность из этой монтажки перегонять в автор, поскольку он без проблем может открывать, импортировать те же проекты Adobe Premiere Pro, то есть созданные в нем проекты, вы себе спокойно открываете в авторе, кто-то уже там монтаж сделал, вы просто выбираете те куски, куда нужно добавить графику, ну и, собственно говоря, с ними работаете, потом куда-то просчитываете обратно на монтаж. Вот, из-за этого взаимодействия довольно быстрого именно в сфере телевидения чаще всего используется именно автор-эффект, то есть работа с видеоматериалом, работа со звуком, те же всякие регулировки по уровню громкости, ну и так далее. Вот, следующее, что стоит отметить, среди плюсов автор-эффект, почему его часто, например, используют для моушен-дизайна того же, это, конечно же, работа с векторными изображениями, поскольку тот же нюк, например, это растровая программа, работа с текстом, очень много разнообразных вещей, можем работать с текстом, как в плане анимации, так и добавления всевозможных эффектов, создания из текста 3D элементов, вот, это огромное количество элементов для моушен-дизайна в плане создания шайпов разнообразных, там, рисунков и так далее. Очень простая и легкая анимация объектов, то есть мы с легкостью можем создать нечто подобное, просто, там, не знаю, поработав пять минут, посоздавав все эти элементы, находясь в 3D, ну, вот, это позволяет автор делать, хоть немножко называет его два с половиной, да, такой не совсем полноценный, пускай плоский, но для большинства вот таких вот дизайнерских вещей, да, когда вы создаете простую анимацию, она, в принципе, ее вполне достаточно, вот, и с этим тоже нюк справляется очень плохо в плане анимации, в плане всех этих векторов, которые он не понимает и так далее. Вот, посему автор в этом плане, естественно, предпочтительнее всю, снова-таки, если обращаться к фильмам, да, то практически весь моушен, ну, там, всякие информационные табло, да, всевозможные интерфейсы, они, конечно же, разрабатываются именно в этой программе, ну, либо у похожих, либо в авторе создаются, вот, анимации шайпов разнообразные и потом уже используются в кино. В Мюкле, конечно, такое делать очень сложно. Кроме этого есть огромное количество разнообразных эффектов, разнообразных плагинов, то есть, если поставить все плагины в авторе, то, не знаю, здесь очень огромный список получится. Те же Red Giant, Sapphire, естественно, так популярные Flory, вот, Elements 3D от VideoCopilot, ну, и прочие-прочие вещи, которые просто расширяют возможности автор эффекса, ну, очень-очень далеко, потому что сам автор без плагинов, он, как бы, ну, не очень такая, очень мощная программа. Вот, большинство инструментов достаточно дефолтные, а если вы работаете с большим количеством данных, тоже на том же телевидении, да, у вас там передача, тоже там, не знаю, 40 минут идет, да, тут уже счет идет не на кадры, не на секунды, а на минуты практически. Вот, поэтому разнообразные пресеты, уже готовые какие-то вещи, там, по покраске, по каким-то там динамическим вещам, по созданию, там, не знаю, партиклов разлетающихся, всевозможных вещей уже есть предсозданные кем-то, либо там, сохраненные вами, и они довольно легко и быстро добавляется в ваш проект, генерируя в нем какие-то красивые анимационные эффекты, просто практически в два-три клика, вот. И, естественно, работая с огромными информационными данными, вам это нужно, потому что колдовать над каждым кадром, над каждыми секундами, у вас просто времени не будет хватать. Никто не будет ждать полгода, пока вы там добавите графику в какую-нибудь там рекламку, либо передачу. Кроме того, конечно же, разнообразные связки с тем же фотошопом, вы можете без проблем засовывать сюда PSD-формат, фотошоповский раскладывать его по слоям, создавать такую же динамическую графику, то есть, возможно, там простенькие мультики какие-то делаются в авторе, да, можно там создавать что-то, двигать анимацию, создавать послойную, нарисованную в фотошопе и так далее. Это все тоже позволяет довольно быстро и легко работать в авторе. Кроме этого, есть огромное количество разнообразных скриптов, небольших плагинов, которые можно скачать в интернете без проблем, либо купить там за небольшие деньги, и они будут в разы просто-напросто ускорять работу в программе, и вы сможете буквально за один день там обработать огромное количество информационного материала. Вот здесь же можно в одном проекте создавать большую количество разнообразных композиций, которые вы можете по тайм-вене растягивать, комбинировать между собой, делать какие-то переходы там и так далее. То есть, по сути, это полноценная программа, где вы можете делать все с нуля практически и завершение, и завершать уже, да, на вывод выдавать уже в нужном вам формате практически, то есть, эта программа такая полнофункциональная. Можно и в связке с каким-то другим программами работать, можно и здесь практически все создавать, то есть, рисовать, например, там и так далее. Вот основные преимущества, почему авторы используют в телевидении. Ну, в рекламе понятно, да, сейчас очень модная реклама в интернете, связанная с векторными изображениями, это, конечно же, Motion Design разнообразный, где-то немножко 3D сюда добавляется, сейчас, благо уже, автор 3D развили, и мы можем там и Cinema 4D создавать разнообразные там объекты 3D и рендерить их в авторе. Кроме того, конечно же, Elements 3D замечательный плагин, который тоже позволяет, в принципе, уже не только для Motion Design что-то создавать, а более-менее уже что-то серьезные, позволяет создавать там шайдеры неплохие, материалы, втягивая сюда 3D разнообразные объекты и так далее. Вот, то есть, работа в 3D тоже уже немножко так развилась. Поэтому в рекламе автор тоже очень часто используется, как в телерекламе, так и в интернет-рекламе, что тоже в последнее время очень сильно распространено. Что же касается нюха, почему его следует выбирать именно для кино, а не для телевидения? Ну, во-первых, потому что он хорошо работает с большими объемами данных, теперь уже у нас не по длительности, а по информативности. То есть, кино, когда мы добавляем там компьютерную графику, какие-то шоты, как правило, они довольно короткие эти шоты. То есть, это там 5, не знаю, 4, 7 секунд, допустим, да, именно секунд. Там нету там шота, которая длится там 20 минут, например. Да, это очень короткие сцены, которые, каждый из которых будет создаваться в отдельном нюховском проекте. Вот, и из-за того, что довольно часто в кино используются не сжато, либо не компрессионные материалы, либо компрессионные, но не сильно. Вот. Они, как правило, занимают огромное количество места. Это объемные материалы. То есть, тот же шот, например, который длится там, не знаю, 50 кадров, то есть, это, если считать 25 кадров в секунду, это 4 секунды шот. У него может помещаться около, там, не знаю, 40 гигабайт разнообразной информации. Это снятый материал, там, например, сканы каких-то пленок. Вот. А снятого материала, сохраненный там в DPX-ах и прочих других форматах, это и отрендерный материал, который сохраняется тоже довольно часто в 32-битных форматах, в 16-битных форматах, позволяющих сохранять большое количество информации в каждом пикселе. Да, это все очень затратно. То есть, эти все секвенции файлов, они очень весомые и, по сути, обрабатывать их нужно очень быстро. Вот. У него, как раз-таки, программа, которая не просто позволяет быстро работать со многими разными форматами секвенций тяжелых, таких как DPX и те же XR, она позволяет замечательных комбинировать между собой, то есть, сводя их все в линейный формат, мы можем через инеоны присланные нам, сканы пленок какие-то, можем объединять беспредельно с XR-ами, комбинировать эти изображения и при этом все происходит довольно быстро. То есть, вот у меня сейчас есть раз, два, три, четыре, пять XR-овских секвенций разных, они здесь от цвета корректированы, вот, добавлены какие-то немножко эффекты свечения и прочего, и мы уже видим, что обрабатывается изображение довольно быстро. Также довольно часто в кино используются очень хайрайзные картинки, изображения, которые там 8К и выше, и в After Effects они обрабатываются очень медленно, поскольку больше всего все-таки ориентирован там, допустим, на телевидение, это HD-формат, вот, то такие уже вещи, как 4К, там 8К уже форматы, они очень долго обрабатываются, те же XR-овские секвенции считываются гораздо медленнее. Но сейчас не буду сравнивать визуально, потому что это идет программа записи и уже теряется немножко мощность компьютера моего, но в сравнении, например, считывать, считыванием вот этой XR-овской секвенции, это просто проэндерные облака, вот, если я нажму Play, то даже с учетом программы записи, в принципе, считывается он довольно быстро, это не компрессия XR-овского 32 бита, вот, и считывается она, в принципе, быстро. В After Effects для сравнения таро-секвенции при такой же нагрузке на компьютер считывается, ну, практически в два раза медленнее. Вот, конечно, это может показаться на первый взгляд не сильно такой же большой причин, ну, таким фактором решающим, но когда у вас не одна секвенция, а когда у вас этих секвенций очень много, в итоге даже скорость обработки одного кадра очень важна. Когда вы делаете на сетокоррекцию, вы, конечно же, анимацию уже потом просто не успеваете проигрывать, но хотя бы скорость просчета одного кадра уже очень важный фактор, вот, и в том же авторе, если мы собираем те же XR-овские секвенции, не важно, там, синеоны, dpx, еще что-нибудь, то тогда просчет одного кадра занимает огромное количество времени и неудобно уже так немножко работать, когда вы каждое изменение какого-нибудь бегунка там ожидаете несколько, там, не знаю, минут, пока этот кадр обработается. Вот, также в Nuke есть, конечно же, замечательная возможность по работе с разными каналами, поскольку мы можем объединять в одном изображении, в одном потоке огромной числой информации, начиная, там, с обычных RGB изображений, заканчивая разнообразными слоями по типу, там, создание генерации motion векторов и прочих вещей, то есть создание глубины, создание движения motion, вот, используем данные информации для доработки картинки, для создания векторов движения, создания motion blur и прочих вещей. Кроме этого, инструментария программы очень сильно развит и инструменты позволяют на очень низком уровне работы с изображением. Опять-таки, я основываюсь на том, что изображение у нас 32-битное часто, ну, я имею в виду, когда мы делаем рендерик сароски, то чаще всего ее пишут либо в 16-бит на канал, либо 32-бита на канал, видеоизображение, как правило, там, 10-бит идет, потому что мы его редко когда корректируем. В Nuke практически все инструменты встроены, то есть, есть, конечно, и к нему плагины те же, например, не знаю, сапфиры, вот, и прочие вещи, которые мы уже сюда поставите, но на самом деле большинство инструментов это либо встроенные в Nuke, либо написанные, скажем, там, на вашем продакшене. Вот, большие продакшены, которые работают с кино, которые работают с Nuke, они пишут свои какие-то скрипты для ускорения работы, поскольку pipeline у них какой-то уже устоявшийся. Вот, и поэтому для ускорения обработки информации, там, не знаю, экспорта, импорта и прочих вещей, они пишут какие-то свои небольшие скрипты, благо это все в Nuke делается довольно легко и просто, вот, но встроенных инструментов у него вполне достаточно для того, чтобы делать все задачи по композу. Исходя из этого, плюс у Nuke заключается в том, что он быстро работает с объемным материалом в плане битности, да, то есть, очень битным, очень хайрезным материалом, как некоторые говорят, вот, у него также есть возможности по дип-композу, который развивается сейчас в данное время, вот, по возможности композу глубоких изображений, вот, также в нем довольно интересные инструменты по цветокору, то есть, когда мы делаем композ изображения одного на другой, конечно же, корректировка цвета под другое изображение, под background чаще всего, она очень важна, и поэтому инструментов для цветокоррекции здесь очень много, и инструменты эти направлены на разный тип материалов, снова-таки, если мы работаем там с 32-битным материалом, то чаще всего мы там используем color correct, great тот же, например, вот, color space и прочие вещи, там, hue correct, например, если мы работаем с другим типом материала, даже есть H.S.V.Tool и прочие вещи, также есть довольно привычные, там, кривые, вот, которые, если вы вдруг заскучались за ними, вы можете тоже их подредактировать, вот, посему для, именно, чисто композа, то есть, работы с цифровым материалом, конечно же, Нюк в этом плане преуспевает перед After Effects, и как раз-таки из-за этого чаще всего используют его в киноиндустрии, потому что там очень много, большие объемы данных, которые нужно успевать обрабатывать в одной сцене. Да, здесь нету тайм-линии, здесь нету возможности создавать огромное количество композиций, как в авторе, да, создавать ролики. Нельзя работать со звуком, что, в принципе, чаще всего в кино не требуется, но, в принципе, только графика нужна, а уже звук потом уже на монтаже будет создаваться. Вот, посему, как бы, в плане моушн дизайна здесь тоже не ахтить, именно поэтому моушн дизайн в Нюке, как бы, и не создается. Да, 3D здесь тоже есть, то есть, есть возможности по использованию 3D элементов, видите, что даже в этой сцене у нас есть некие 3D элементы, типа камера, окружение и прочие вещи. Вот как раз-таки из-за качественного 3D в Нюке также есть огромные возможности по воссозданию 3D окружения, то есть, мы можем рендерить практически проецированные изображения на простую геометрию, мы можем импортировать сложную геометрию, поддерживаются форматы OBG, формат FBX, ABC, олимбика форматы, мы можем сюда втягивать и камеры, и Point Cloud, то есть, облака точек, разнообразные геометрические объекты, делать проекции, создание, так называемая, мат-пайтинга, что, в принципе, в авторе тоже часто делается, там тоже плоские изображения очень хорошо, можно с камерой совмещать для того, чтобы создавать окружение. Но в Нюке, в этом плане, в последнее время, особенно с появлением таких вещей, как Model Builder, очень так сильно развито именно создание окружения 3D-шного, вот, с съемками, потом дальнейшими при помощи виртуальной камеры. Вот. Снова-таки очень часто применяемый, ну, трюк, если можно так выразиться, в кино этого создания окружения. Так что, таким образом, я думаю, что люди, которые будут хотя бы примерно понимать, чего они хотят добиться, то есть, чего они хотят начинать, если есть возможность там поработать в рекламе, но, то, конечно, тогда им желательно, либо они стремятся к этому, то тогда желательно изучать, конечно же, Нюк. Ну, а если ваша сфера работы будет телевиднее, то тогда вам нужно начинать с автора. Ну, конечно, никто не мешает объединять эти две программы, потому что довольно часто я работаю одновременно в обоих программах, в Нюке я создаю композ каждой сцены в отдельности, вот, делать цветокоррекцию, мне как-то очень нравится цветокоррекцию делать именно в Нюке, несмотря на то, что начинал я тоже с фотошопа, начинал с автора изучения и тоже был привык к этим кривым уровням и прочим вещам, но на самом деле такие вещи, как Grade, Color Correct, в Нюке очень интересны, использование там контрастов, использование тоже точки черного, белого, гамма и прочих вещей, они очень удобны, более такая математическая программа, опять-таки, работа в 32-битном формате, в Нюке нету другого формата, у него все изображения, которые вы сюда добавляете, независимо, будь это XR или Bitshpack, они все переводятся в 32-битные форматы и в линейные цветокоррекции, но сейчас об этом рассказывать не буду, конечно, детально, в то время как автор по дефолту работает с 8-битами, конечно, можем перевести и в 32-бита на канал, но при этом не все эффекты, к сожалению, с 32-битами работают, кроме того, пространство здесь тоже можно менять, в Нюке же пространство полностью линейное, независимо от формата, который вы сюда втягиваете, почему в этом плане Нюк снова-таки немножко выгоднее, то есть мы создали, например, сцену в Нюке, просчитываем ее какой-то там, не знаю, DPX, XR, еще что-то, втягиваем ее в автор, комбинируем между собой эти сцены, как-то сейчас поставляем сюда музыку, начитку, добавляем, как обычно, добавляем фларики и еще что-нибудь, и ролик уже готов, с автора можно, в принципе, это выгонять на финализацию. То есть в идеале, конечно, вам никто не запрещает изучать обе программы, это будет только плюсом, поскольку еще, когда вы устраиваетесь на работу, там, например, на After Effects, довольно часто спрашивают там еще какие программы вы еще знаете, если вы скажете, что вы еще знаете неплохо Нюк, то явно, что это будет преимуществом перед человеком, который знает только After Effects, поскольку рано или поздно все-таки задачи вам могут ставить на продакшене разные, любят у нас на продакшене к мульти, мульти комбайнов, которые занимаются и теми, и теми, и теми, и тем, соответственно, они могут набирать больше работы, больше разных заказов, если вы умеете работать и так, и так, и в той программе, и в другой. Вот, посему, в принципе, рекомендую делать и то, и другое, то есть изучать и Нюк, и автор, но вот в зависимости от того, что вам более перспективнее, чем вы сможете заниматься в вашем городе, либо какая-то возможность у вас уже есть, вы уже теперь, в зависимости от того, чем именно вы будете заниматься, можете выбрать процесс обучения, куда стоит вам направляться в Нюк, либо в After Effects. Ну, вот такое кратенькое видео, надеюсь, что информация была для вас полезной. Если все-таки у вас еще возникнут вопросы касательно того, что же лучше, из чего же лучше начать, можете написать нам. Ну и, соответственно, если вас интересуют курсы по обучению After Effects, либо Нюк, можете также обратиться на сайт cgschool.org, и мы постараемся ответить на все ваши вопросы и научить уж, если вы выбрали какую-то программу, как в ней работать. Всем пока, до новых встреч и новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok